На самом деле, после фильма Джармуша для нашей программы это не самая простая вещь. Поскольку сегодня много, скорее всего, новых людей, вас так много сегодня, я в двух словах скажу, в чем суть этой программы. Она уже примерно два года идет в наш музей. Называется она «Кино как текст два с половиной смысла». «Два с половиной смысла» отсылают к понятию «третий смысл Барта», который он считал таким фильмическим. А мы останавливаемся, не доходя до фильмического смысла. Я как бы занимаюсь скорее герминевтикой и прояснением скрытого смысла того или иного художественного текста. И, как правило, со мной в паре выступает кинокритик, который скорее нас действительно ведет к этому самому третьему смыслу. И, как правило, мы смотрим фильмы, которые, с моей точки зрения, содержат некий скрытый смысл. То есть поиски скрытого смысла. Если кто-то из вас читает, в интернете есть такой очень смешной сайт, забыл, как он называется, который все осмеивает. Там есть болезнь такая поиски скрытого смысла, очень смешная. Она описывается. В этом смысле я в нашей программе представляю себя больного человека, больного этим самым одержимого поисками скрытого смысла, немножко так в утрированном виде. Так вот, фильмы Джармуша, конечно, не очень удобны для этого, потому что после фильмов Джармуша с их таким медитативным настроением, в общем, особо не хочется говорить. Все понятно, есть некое настроение, есть некая атмосфера. Но, тем не менее, мы уже несколько фильмов Джармуша разбирали, в частности, «Пределы контроля», чем-то напоминающий, на самом деле, фильм «Мертвец». Там тоже главный герой находится в неком путешествии. Но, несмотря на это, в общем, я решился и в фильм «Мертвец» подвергнуть вот этому, с какой-то стороны, может быть, чудовищному, чудовищной операции поисков скрытого смысла. Я на сей раз поступлю не так, как я обычно делаю. Обычно я пытаюсь прояснить некую фабулу, обозначить те точки, которые являются точками остранения, и за счет этого вскрыть вот этот прячущийся смысл. Сегодня я поступлю иначе. Так, видимо, под воздействием того, что много людей, я решил провокативно как-то выступить. Я начну с тезиса, а потом попробую его обосновать. Если бы меня спросили, где место и время того, что происходит на экране в этом фильме, то я бы ответил так. Это Норсбич, Сан-Франциско, а время 50-е, 60-е годы. А главный герой это, выбирайте, Джек Караок, Алан Гинсберг, Уильям Бэрроллс и так далее. Я имею в виду родоначальников битнической литературы, певцов так называемого разбитого поколения американского. И, с моей точки зрения, ну и сам Джармуш, конечно, может, в общем-то, претендовать на роль главного героя, как мы понимаем. Но, вообще-то говоря, наверное, это все-таки вот отцы этой битнической литературы, которая как на Норсбич, в Сан-Франциско и зародилась. С моей точки зрения, именно это и есть место и время того, что происходит в этом фильме. Хотя, казалось бы, это совсем не так. Я выберу, пожалуй, из всех перечисленных персонажей, я выберу Алана Гинсберга и немножко вам расскажу о его судьбе. В конце 40-х годов вот эта компания, которая всю свою жизнь, все представители этого битнического поколения, все эти литераторы страдали от серьезного алкогольного опьянения почти всю, как бы, свою жизнь. Все они злоупотребляли наркотиками и так далее. Именно поэтому они и называются разбитое поколение. В том числе и некий образ смерти он витал, как бы, над всей этой компанией. В конце 44-го года произошла у них такая трагедия. Там пара, Люсьен Карр и некий Дэвид Кэмерер, друзья-любовники, после совместного распития алкоголя, один из них нанес два удара ножом вроде другому. И этот его друг Кэмерер потерял сознание, а его любовник решил, что тот мертв и утопил его тело в гудзоне. А через сутки он сдался властям. Вся компания Кэраок и Гинсберг, они были, в общем, в шоке от этой истории. И во многом эта история, она, как бы, определяла, в том числе, их творчество. Например, Кэраок и Берроуз написали роман по этому поводу, который назывался «И бегемоты сварились в своих бассейнах». У Берроуза случилась такая вот история. Уже в 51-м году Уильям Берроуз. Его зовут Уильям, как и Уильяма Блейка, да, и его сына тоже звали Уильям. В очередной у него была жена Джоанн. И во время одной из вечеринок он объявил, что будет стрелять из пистолета, как бы в стиле Вильгельм Отеля. Она должна была поставить на голову стакан, и он собирался стрелять. Она поставила себе на голову стакан, а Уильям, но он в хроническом таком состоянии алкогольного опьянения пребывал, он сделал выстрел и убил ее. И там есть еще такая деталь определенная, что он накануне собирался продать свой пистолет, из которого застрелил Джоанн, но покупатель не пришел за этим пистолетом, и поэтому произошла как бы такая тагедия. Далее он писал, «Я вынужден с ужасом признать, что если бы не смерть Джоанн, я никогда не стал бы писателем. Вынужден осознать, до какой степени это событие послужило причиной моего писательства и сформировало его. Я живу с постоянной угрозой одержимости духом, с постоянной необходимостью избежать его, избежать контроля с большой буквы. Так смерть Джоанн связала меня с захватчиком, с мерзким духом, и подвела меня к той пожизненной борьбе, из которой у меня нет другого выхода, только писать». Это предисловие к его роману, который на русский можно перевести как «Пидор». Но вся эта компания выступала и за свободную любовь, и за любовь такую неконвенциональную. И вот из этой истории я хочу заметить вам на одну маленькую аллюзию, которая здесь проскользнула, может быть, кто-то из вас заметил. Вильгельм Тель. А как зовут девушку, которую убивают? Ее зовут тоже Тель. И еще одно. Ее зовут Тель. Также называется... Одна из поэм Уильяма Блейка. Она называется «К Тель». Ну, вот эти три вещи, они как бы между собой играют, они между собой связаны. Если говорить об Уильяме Блейке, при чем здесь Уильям Блейк, и как это вообще связано с вот этим самым битническим движением? Дело в том, что Уильям Блейк был одним из кумиров вот этих, этой группы, группы этих писателей. Благодаря чему? Благодаря нескольким вещам. Уильям Блейк – это поэт и художник 18 века, который выступал за свободную любовь, за некую иную религию, отличную от такой вот конвенциональной. То есть он в каком-то смысле, они могли считать его предтечей своего творчества. Уильям Блейк говорил о том, что душа и тело неразделимы, и христианство напрасно разделяет душу на душу и тело, и напрасно считает тело источником греха, напротив, тело – это частица души, и пять его чувств – суть очи души. А жизнь, с его точки зрения, – это действие, которое происходит от тела, а мысль привязана к действу и служит ему оболочкой. И действие он характеризует как некий вечный восторг. То есть вот эта связь между Уильямом Блейком и этими самыми литераторами битнической эпохи, она, мне кажется, более-менее очевидной. Другое дело, что в этом фильме получается довольно странная история, потому что Уильям Блейк попадает в нашего героя, в героя этого фильма, в общем, каким-то очень странным образом, через индейца никто, который каким-то образом как раз, он цитирует все время Уильяма Блейка. И здесь я думаю, что Джармуш, по сути дела, использует так называемую теорию границ историка Фредерика Тернера, который говорил о том, что американская культура, она на самом деле рождается не как продолжение европейской, а как некое определенное столкновение между двумя культурами, между культурой завоевателей и культурой индейцев. И вот, собственно говоря, между этими двумя культурами и зажат наш герой. Обратите внимание, у нас, по сути дела, получается следующая картина. У нас есть нечто, что можно назвать Диким Западом. Это то, куда он попадает. Есть целый ряд представителей этого Дикого Запада, с которыми он встречается. Дикий Запад — это некий хозяин, не знающий закона с ружьем. Это наемные убийцы. Это шерифы. И это торговцы. Вот четыре категории, с которыми наш герой сталкивается. Это представители Дикого Запада. Представитель индейской культуры, этот самый Никто, который каким-то парадоксальным образом инициирует в нем Уильяма Блейка. Сейчас я вам объясню, в какой момент именно он инициирует. Он как раз и является проповедником свободной любви, помните, с девушкой, его сцена, где он говорит, да хоть 16 у тебя мужей, я тебя все равно люблю. Он же предлагает ему, он правда говорит, погоди, этот наркотик, который из кактуса делают, пьет, по-моему, называется, он говорит, этот дух, это пока не для тебя, для тебя это должно быть чуть позже. То есть, по сути дела, этот наш герой, он находится на вот этой самой границе, на тернировской границе между Диким Западом и индейской культурой. А это и является тем пространством, где он существует. При этом существует он со свинцом около сердца. Свинец около сердца он получает как раз вот на территории Дикого Запада. И с ним и существует. Получает он его в результате треугольника. Сын хозяина. Это девушка Тель. И он получает косвенным образом. Это ранение является косвенным ранением. Косвенно раненое поколение битников начинает творить за счет своего рода инспирации вот этой самой индейской культуры, странным образом опробирующей в себе Уильяма Блейка или что-то в этом роде, то есть европейскую культуру. По поводу инициации. Один из первых их разговоров. Наш герой говорит, я не мертв. Какое имя тебе дали при рождении, глупый белый человек? Блейк. Уильям Блейк. Это ложь или шутки белого человека? Нет, я Уильям Блейк. Тогда ты мертвец. Извините, не понимаю. Тебя и впрямь зовут Вильям Блейк? Да. То есть, по сути дела, индейцы его квалифицируют как мертвеца за счет чего? За счет того, что тот называет себя художником. Надо сказать, что для всех вот этих битников их литературная и поэтическая деятельность она не была основной. Они никогда не считали себя поэтами. То есть, поэтической, художественной и так далее. И вообще, творчество это было скорее побочным продуктом их деятельности. Они не называли себя поэтами и художниками, по крайней мере, до определенного периода. И в этом смысле наш герой, он точно так, но он не понимает, в чем дело. Причем здесь Блейк? Я вообще не знаю стихи. Я не знаком со стихами. Тот говорит, нет, если ты Уильям Блейк, то есть ты поэт, то ты заодно и мертвец. И вот этот элемент как бы гибели, который в творчестве битников все время присутствует, он здесь тоже имеет место. Еще одна деталь очень важная, один из диалогов. Здесь почти все диалоги между индейцем и Уильямом Блейком, они важны. Но одна фраза является очень важной. Уильям Блейк, ты знаешь, как пользоваться этим оружием, пистолетом? Не совсем. Это оружие заменит тебе язык. Ты научишься говорить при помощи него, и отныне твоя поэзия будет писаться кровью, говорит ему индейец. То есть на самом деле вот то, что мы находим, чем характеризуется этот самый Дикий Запад. Дикий Запад характеризуется как раз законом беззакония. По сути дела, закон беззакония и вседозволенности, кто сильнее, тот и прав, это и есть характеристика этого Запада. В итоге американский творец, американский художник, американский писатель, этот самый Битник, его произведения, они должны быть написаны кровью, они должны быть написаны через вот это переживание смерти. Как бы через, мы могли бы сказать через не могу, но здесь не через не могу, а через смерть. И это, мне кажется, то, что подчеркивает Джармуш. Есть еще один замечательный эпизод, где наш герой вместе с индейцем встречается с некой компанией, которая вроде бы является компанией странной. Они как бы не принадлежат. В той системе Дикого Запада, которую я перечислил. Это бродяги. Но навряд ли вы обратили на это внимание. Я тоже не обратил, естественно. Я просто читал сценарий потом, поэтому обратил внимание. Неожиданно оказывается, что беседа этих бродяг, она насыщена литературными аллюзиями больше, чем все остальное. Ну, во-первых, там начинается все со сказки «Три медведя». Про три медведя вы помните. Дальше один из них говорит о императоре Нероне и христианах. Как сжигали христиан, как император Нерон преследовал христиан и так далее. А еще один цитирует Библию. И цитирует он место про Давида и Голиапа. При этом все эти истории, они оказываются как историями-ужастиками. Маша и медведь превращаются постепенно в ужастик. Там он уже снимает скальп. Император Нерон сжигает христиан и там все чудовищно. Он освещает христианскими горящими телами свой замок и так далее. Давид и Голиапа там тоже. Трупы палестинцев, фелестимлян, извиняюсь, съедают, значит, эти самые звери и птицы. Мне кажется, что эта компания, она на самом деле является метафорой того художественного творчества, который существует до Битникова. До Битникова существует определенная литература американская, определенное художественное творчество, которое как бы тоже пронизано кровью, пронизано ужасами. Почему? Ну, Дикий Запад. И вот у них все. Если Маша, там, три медведя, то сразу снимают скальпом и так далее. Если библейская история, то она кровавая. Если христианская история, она вся-все кровавая. Но в отличие от того типа художника, которого показывает нам Джармуш, это не через свою смерть. Они не мертвецы. А вот этот художник, он мертвец, он пишет своей как бы собственной кровью, в отличие от другого типа литературы или другого типа творчества, которое как бы спекулирует на этой крови, играет на этой крови, заставляя поражаться и ужасаться зрителя, который на самом деле мог бы поразиться, вообще-то говоря, просто пройдясь по маленькому городку Дикого Запада, как вы помните, случается с главным героем. Может быть, стоит упомянуть и довольно значимое, с моей точки зрения, эпиграф. Эпиграф Анри Мишо. Желательно не путешествовать с мертвецом. Помните, да, это эпиграф этого фильма. Анри Мишо – это тоже поэт и художник, так же, как и Уильям Блейк, только более поздний, это 19-й, начало 20-го века. Такое у него сюрреалистическое письмо. И этот эпиграф взят из его рассказа небольшого, который называется «Ночевать с болгарами». Странное название. История такая. Значит, какая-то группа ребят едут в поезде и сталкиваются с болгарами. Болгары сидят напротив них, они думают, сейчас они на нас нападут, надо их перестрелять. Они их перестреливают. И дальше заходит проводник и спрашивает, что у вас здесь происходит. Они говорят, да ничего, вот мы едем, и ребята едут. И они садятся между ними, так их поддерживают эти трупы, и с ними едут. Заходят другие пассажиры, им нужно как-то скрыть, что они едут с трупами. И они всячески там их все время пытаются поддерживать. Он описывает, как трупы падают, там валятся и так далее. Что-то неудобно, очень страшно. И когда пассажиры поезда там засыпают, на какой-то момент они начинают от трупов избавляться и выкидывать их в окно. В конце концов, значит, они доезжают до конечной станции, избавившись от трупов, и там звучит такая фраза, ну, наконец, начинается жизнь. То есть вот они, как бы, избавившись от трупов, наконец, начинают жить. То есть в чем смысл, с моей точки зрения, этого эпиграфа? По сути дела, мне кажется, что не только в этом эпиграфе, а всем фильмам, Джармуш выражает некое отношение или некое размышление относительно истоков своего собственного творчества и вот этой американской культуры, которая была инициирована поколением битников. Избавление от трупов и как бы жизнь, которая на самом деле после этого начинается. Это и есть вот эти трупы этих самых художников-битников, писателей-битников, которые на самом деле в итоге дают возможность некой жизни, некому дыханию, которое обретает американская культура спустя десятилетия. При этом сам по себе рассказ этого Андрея Мишоу, он, скорее всего, является аллюзией на Кандида Вольтеровского, который во второй главе Кандид, чистый, переводится как чистый, белый, он попадает к болгарам, и затем, выбираясь из плена болгар, он как бы обретает новые импульсы своей жизни. И вот этот эпиграф, желательно не путешествовать с мертвецом, это, по сути дела, некое оптимистическое. Кандид, кстати, называется Вольтеровский Кандид, есть подзаголовок, который называется «Илий – практат об оптимизме», и возможно, что у Джармуша здесь есть некое оптимистическое высказывание относительно того, как может продолжаться, может быть продолжена американская культура. «Илий – практат об оптимизме». Ну, собственно говоря, могу на этом остановиться, хотя целый ряд текстов можно было бы привести у Ильяма Блейка, которые как бы играют с тем настроением, с битническим настроением и звучат как нечто созвучное той литературе, о которой я говорю. Ну, я буквально два примера из, например, вот этой поэмы про Тель. Там говорится о том, что такое это Тель. Тель – это как уходящее облако, как отражение в зеркале, как тени в воде, как детские сны, как улыбка на детском лице, как голос тоскующей горлицы, как день, приходящий, как музыка в воздухе и так далее. То есть это на самом деле все то, что мы, например, видим в конце фильма. В конце фильма мы видим река, небо, деревья и так далее. То есть это некое выхватывание того, что с точки зрения Уильяма Блейка и с точки зрения вот этих самых писателей-битников является, по сути дела, синтенцией, квинтэссенцией жизни или жизненности. Или, например, сейчас приведу цитату из еще одного стихотворения Уильяма Блейка Вечно Сущая Евангелие так называется. Христос, которого я чту, враждебен твоему Христу. Помните там эпизод, где есть, говорит, что твой Христос это то, что мне совершенно для меня неприемлемо. Ну и так далее. Можно множить эти примеры, примеры созвучия того настроения, которое выражает вот это новое поколение представителей американской битнической литературы и Уильяма Блейка. Но мне кажется, что я свой тезис, если не доказал, то, по крайней мере, показал вам некое правдоподобие подобного тезиса. Теперь я с удовольствием предоставляю слово нашему гостю Заре Абдулаевой, которая впервые в нашей программе. и ей слово. Да. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Мне придется полименизировать, а мы не имеем. Дело в том, что Джармур родился по северам. Если я ответил, а герои все уже желают поемные предыдущие. И Джармур типично 70, и эта картина есть. Вот так, микрофон уже тут вот так пока не почти его проглаживаю. Просто я налеглась по шерматике и как-то несколько разораживаю. И поэтому я не в чистом жанре выступаю, потому что мне хочется хотя бы два слова. Полимизировать. Нет, нет, не полимизировать, а два слова сказать о том, что Джармур не принадлежит к битникам, он принадлежит совершенно другой культуре, хотя такая трактовка может быть равна так же, как любой фильм, особенно «Мертвец» и особенно «Пределы контроля», тут вы совершенно правы, предполагают множество трактовок. Но от этого, как сказать, ни холодно, ни жарко к тому чувственному восприятию, интеллектуальному одновременно, когда человек смотрит эти две картины. Джармуша первая была в Кане на Каннском фестивале встречена «Молчание», вторую эти пижоны, я имею в виду каннских отборщиков, даже не взяли. Обе картины американскими критиками были непоняты, несмотря на множество трактовок, которые они провоцируют. Это во-первых. Что касается предела контроля... Микрофон вот так. Простите? Микрофон. Я так его держу. Это такая акустика в этом изумительном здании. Назовем это грандиозном в этом помещении. Это такая акустика. Дело в том, что назвав пределы контроля действительно названием Эссе Берроуза более никакой связи с Берроузом там нет. Речь идет о пределах контроля в широком смысле в каждом фильме на свой лад и о пределах контроля в мертвеце. Но эти пределы контроля касаются осмысления Джармушем границ их подвижности и новой конфигурации между так называемой реальностью и искусством. В частности, искусством кино. Поскольку Джармуш спец по английской литературе, он просто учился в Колумбийском университете, и поэтому мы равно как и к Берроузу можем апеллировать и ко всем представителям английского нонсенса, и также трактовать охотников на привале рассказывающие сказки о медведях, о совершенно буквальном юморе, который тебя, может быть, и провоцирует на некоторые осмысления, но, с другой стороны, дает тебе то высокое простодушие чистой поэзии, которую никакими трактовками не взять, хотя я тоже любитель трактовок. Но здесь как раз ранит, удивляет и выводит из себя при бесстрастности стилистики картины, при этом отрешенном саундтреке, при действительно медитативности и колкости самого изображения, самого ритма затемнения и просветления картинки, самой перехода в гаммы от серебристой к белой, серой и так далее. Все это свидетельство того, в частности, потому что я тоже боюсь упереться в какую-то одну идею, и в этом смысле я буду неадекватно джармыша. Речь ведь идет в данном случае о той буквальности, которая дает нам возможность пробудить наше воображение, даже если мы не встретимся с Улисом, он же никто, это же путешествие с Улисом, можно же так так давать, который назвался Улисом, встретив Полифема. В сущности, это же рот-муви, а не антивестерн. Поэтому та буквальность, с которой и начинается твоя возможность, не только героев, но и твоя зрителей возможность инициировать в себе воображение каким-то способом. Также он Экзебичи лжец, потому что тот, кто говорит много, не говорит ничего, также как он выдавливал из бухгалтера поэта и выдавил таки. И оружие он приравнял к поэзии, когда воткнул перо этому миссионеру убийце. Вот где тоже буквальная метафора. И этот буквализм перестает быть буквальным. В этом тонкость и загадочность этой картины. Потому что действительно там очень много связано с Уильям Блейком и это по сюжету, когда Экзебича никто, так сказать, он какое-то время воспитывался в Англии и там увлекся Блейком, потом сюда вернулся. Поэтому здесь имеются сюжетные объяснения этого. Но дело не в этом. А дело в том, что киллера в пределах контроля он сделал художником. Если бы он сделал художника киллером, это была бы жуткая пошлость. Я прошу прощения за такую откровенность. Он выворачивает наизнанку клише, который засели не только у любителей кино или, так сказать, интеллектуалов и так далее. Тут как раз поражает в этой картине тот промежуток, который проходит Уильям Блейк, действительно мертвец, как вы справедливо привели вот этот фрагмент встречи с Никто или с Экзебичем. Но ведь совершенно непонятно, вот может быть кто-то скажет, потому что это важно, таки умер он, когда пустил Гебриэл Бирна в него поле или нет? Звезда, которая упала перед тем, как откуда ни возьмись взявшимся коне он улетел, а лепестки бумажных цветов, как конфетти или как звездочки упали, это ошламительная красивость. он таки мертвец или это тот промежуток, мы имеем дело с тем промежутком между почти смертью и уже смертью, которая его ждет в Зазеркале, потому что собственно это и есть путь в Зазеркале, которому привел его никто, это и есть путь не только выдавливания себя поэта и, так сказать, подтягивания к имени и фамилии Уильяма Блейка, когда-то шарахается, когда пословица ада ему цитирует такой интеллектуал на самом деле, у нас тут индейец интеллектуал, вот где мифология Америки перевернута, потому что город машин, адский город, он же, как сказать, это тоже, ну это не пародия и не карикатура, но это тоже некоторый вымысел и обратная сторона, так сказать, индустриального, хотя там время действия несколько позже, чем такое могли видеть в реальной Америке, но на самом деле это тоже такое, ну как сказать, такое творческое преображение индустриального дикого запада. Здесь все время он расставляет ловушки, оставаясь при этом, оставаясь при этом художником, я имею ввиду Джармужа, которому ты можешь просто как бы погрузившись туда, не только медитировать, а как сказать, что-то такое найти в себе, рассказываю случаи, не потому что так принято так сказать, разбавлять дивертисментами что-то более-менее серьезное или более-менее важное, а я просто не знаю, мне действительно интересно кто-то из публики, вот из вас, есть такие уникальные люди, которые видят первый раз эту картину, есть такие какое счастье, мама дорогая, не думала, что доживо, рассказываю сюжет, который имеет отношение на самом деле к восприятию и к трактовкам, значит, в Кане там затихли и короче говоря, и жизнь пошла своим чередом, я смотрю в 90, да это февраль, потому что в 95 году в мае показали, в 96 году в Роттердаме, смотрю картину «Мертвец», смотрю ее, и в какой-то момент, то ли когда он своей позой ободобился этому олененку, я вспомнила Алису, буквальную цитату, то ли когда меня не отпускала очень важная цитата в начале, когда кочегар паровоза подходит к нему и говорит, а почему вот ты приехал на пароходе, ты обратил внимание, что пароход стоял, а пейзаж двигался перед тобой, и вдруг какую-то секунду я себя ощутила, причем я совершенно не, эта картина же такая безупречно сделанная в равновесии, и, казалось бы, она тебя не вызывает каким-то эмоциональным всплеском, если ты не сумасшедший окончательно, то есть она тебя вызывает, наоборот, как бы требует другой реакции, и тут в какой-то секунду я поняла, что я должна уйти, потому что я не могу смотреть эту картину, потому что я ее так чувствую в ее бесчувственности, казалось бы, что я просто умру от счастья, потому что можно умереть от несчастья, а можно умереть от счастья, и я ушла, и шла по Роттердаму просто как, не знаю кто, то есть, может, знаю, но не хочу отвлекать меня, значит, ну, потом, естественно, это мне вернулось, но я помню это ощущение невозможности пережить вот эту концентрированность такой, казалось бы, прозрачной картине, значит, что, собственно, делает Джардж, как мне кажется. Там действительно миллиард трактовок от Блейка. Вы помянули просто из-за отсутствия времени. Когда он встречает, она, кстати, не за свободную любовь, она проститутка, Телли. Она просто бедная, она работала проституткой. Поэтому там приходит герой Гебрила Бирна и говорит о том, что 16, а я тебя люблю. Она ему говорит, напишите мой портрет. Телли говорит, как бы эхо героини Уильяма Блейка. Но портретов Уильяма Блейк не писал. Телли ему говорит, я не художник. Отвечает ему Блейк, который еще не стал Блейком. То есть не стал писателем. Про художника это, так сказать, проброс. Но мне кажется, что здесь вообще говоря, почему это кино-семидесятника? Потому что это реакция на выход из себя, на беспечных издаков, на бунтарей без причины, на, так сказать, размывания границ между жизнью и искусством. А он эти границы и эти пределы контроля пытается каким-то образом все-таки установить. В этом смысле он раздвигает возможности искусства кино странным с помощью других видов искусства. Потому что он большой интеллектуал. Но при этом имеет свою группу. При этом не курит, кстати говоря. А Андрей Мишоу он взял, потому что тот любитель был, «Мескалина». А этот все-таки взял табак в последний путь, потому что можно вспомнить, что гораздо более ближе к Джармушу и актуальнее его фильм, не его, пардон, фильм, где он снимался. Фильм назывался «Бруклин Буги» или «С унынием на лице», где режиссером, в роли режиссера был Кейтель, а Джармушу надо было по роли выкручить свою последнюю сигарету. И там замечательные есть реплики про то, что выкуривая свою... Куря сигарету, куря вообще говоря, куря, ты как бы приближаешься к смерти. Это не только ритуальное, как у индейцев, когда им... Пиотль, он вообще... Можно и пиот, и пиот. Это, так сказать, тут есть филологические тонкости, но неважно. Только тебе еще рано. Но на самом деле это каждый, так сказать, выброс дыма, это есть приближение к смерти. И Джармуш участвовал в этом таком элегантном, сардоническом, элегическом, и щемящем эпизоде в фильме «С унынием на лице». Кстати говоря, он не курит. Вот. В отличие от некоторых, я себя имею в виду. Короче говоря, значит, здесь так же, как в пределах контроля, когда он тренирует свое тело, а воображение тренирует на кубистской картине скрипка Хуана Гриза, на, пожалуйста, на вполне реалистическом пейзаже и на вполне тоже полуреалистическом другом портрете обнаженной и так далее, и так далее, где он тренирует воображение, чтобы справиться с реальностью, в музее, по-моему, королевы Софии, то есть не, по-моему, а именно так, то здесь экзебичи, то есть учитель, это тоже парочка на самом деле 70-х годов, так сказать, ученика и учителя здесь каким-то образом трактуется. так вот, этот самый индейец никто, улис, назовем его уж по-настоящему, потому что эта коннотация, она тут необходима, так вот, улис пробуждает перестать быть, так сказать, бухгалтером, и он им перестает, но вот на самом деле эссе Берроуза о пределах контроля, оно касается языка. В этом эссе, насколько я могу, я просто сейчас вы говорили, я не могу не откликнуться, как живой, чувствительный персонаж. Так вот, там речь идет о том, что с одной стороны, он же писатель, поэтому, так сказать, это его оружие, и контролировать он может только письмом. С другой стороны, всеобщий контроль нельзя контролировать даже письмом. И вот в пределах контроля одна из грандиозных и очень важных действительно третьего смысла или пятого, или двадцать пятого, или первого смысла заключается в том, что он все сделал и совершил в результате убийства этого героя Беллумеррея, американца. Но, казалось бы, тренируя свое тело, тренируя свое воображение, пройдя сквозь череду странноватых связных, он, так сказать, контролирующего вселенную, власть и прочее, все победил, но он переодевается, сделав свое дело, безымянный клиент, выходит из аэропорта, и тот же, мы слышим звук вертолета, так сказать, то же самое и в этом фильме. Он намечает эти границы, так сказать, бухгалтер ты, или ты поэт, и какой путь тебя может привести к этому. и вообще, само это самое кино, медитативное, связанное с американской мифологией, с американской историей, с 60-ми годами, хотя он позже начинал его, все-таки дебют был в 84-м году, хотя у него дебют уже в Кане «Золотая ветка», а до этого у него еще был фильм, тоже, кстати говоря, замечательный, забыла, просто уже не заберу, забыла все. А, кстати говоря, я себя перебью, посмотрите, фильм, он есть уже, наверное, давно в сети, он был недавно на фестивале зимой, есть люди, которые делают прекрасный фестиваль, называется «Битфилм фестивал», и там был фильм «Берроуз», автобиографик, так сказать, «Байпик», но дело не в том, что те, кто знают «Берроуза», ничего нового, не узнают про биографию, но само присутствие этих чуваков, таких чуваков в любом возрасте, само их присутствие, пластика, разговор с сыном, с Гинсбергом, со всеми другими парнями, он, конечно, сама по себе, умение носить костюмчики и так далее, оно еще больше, чем фрагменты, он зарабатывал в 80-х, он в 80-х каком-то умер, в конце 70-х он зарабатывал по клубам, читал свои произведения, «Берроуз», и зарабатывал таким образом, и молодые люди, которые абсолютно не принадлежали, туда сгруживались, как будто там вообще какая-то дискотека 90-х, поэтому это я к тому, что его интересует, как все призраки, его интересует связь с литературой, и мы тоже не знаем, предсмертные ли видения героя Уитекера, с его такой, он грузный, корпулентный, обесшумный, у него совершенно балетная походка, так вот действительно ли это его предсмертные видения с глубиной почты, с карикатурными гангстерами, или как с этими карикатурными собственно гангстерами, которые погибают, или это, так сказать, проекция воображения Джармуша, это тоже весь вопрос, но важно другое, важно, что у него есть подружка, маленькая девочка, книгочейка, и книжки она держит в контейнере для еды, таким буквальным образом, он, так сказать, указует, прошу прощения за неправильное ударение, специальное его дело, на духовную пищу, в которой живет эта девочка, он говорит, ты же читаешь Франкенштейна, ну и книжку лучше, чем кино, говорит, я просто скажу, что речь идет о фильме «Пес-призрак», «Путь самурая», поэтому, как сказать, он осмысляет или пытается каким-то образом каким-то образом вот это очень очень недавнее в своей истории искусство кино обязательно как бы сказать сравнить, напитать, отторгнуть и сделать какие-то другие конфигурации с другими видами искусства и литературы. У него есть гениальный рассказ, я не могу, я сейчас закончу, потому что надо, чтобы публика говорила, а не кто-то пришедший с улицы. У него есть гениальный рассказ, когда-то я прочла его в Каиде-синема, они идут со своим племянником Джим Джармуш по Нью-Йорку, и его племянник видит какого-то хмыря, у которого торчит какая-то книжка из кармана, вид у того нью-йоркский, как положено, потому что они идут, наверное, и по Пятой авеню, я так полагаю, это не их местечко. Племянник подходит и спрашивает, что это за книжка, тот достает, оказался, какой-то роман Хемингуэ, я уж не помню какой, и они полчаса как бешеные, как герои, как у фильма Джармуша на улице Нью-Йорка обсуждают этот роман. Тот был в восторге от такой, как бы сказать, возможности. Поэтому вот эти так называемые поставангардисты, коим принадлежит Джармуш, и последние, в общем, авторы 20 века, их не так много осталось. Линч, Коврисмяки, Онда Муратова. Сейчас даже не знаю, кто еще. Все остальные, как сказать, работают на периферии, лучше или хуже снимают фильмы. А эти такие аутентичные авторы, верные, вот этой устаревшей, казалось бы, но совершенно не устаревшей, так сказать, своему образу и практике своей, они не разделяют наше представление о том, что кино – это кино, а литература – это литература. И в этом его, конечно, уникальность. И в этом смысле Уильям Блейк не только потому, что герой Экзебичи побывал в Англии и там прикипел к Уильяму Блейку, а потому, что он человек широких взглядов и интересов. Я имею в виду Джима Джармуша. А теперь, пожалуйста, вопросы, потому что я не люблю долго говорить, вернее, мне даже неудобно. У нас так, наш формат именно так предполагает, что после наших спичей, слова зрителям, их вопросы и так далее. Я просто откликнусь буквально одним предложением, чтобы, возможно, было неправильно понят. Я не имел в виду, что Джармуш является шестидесятником. Как бы наследует. Ну, как бы осмысляет, я хотел сказать. Наверное, проще. Простите, если можно. Не-не-не, все нормально. Пожалуйста, вам слово.